Ага, сегодня я посетил склады по хранению авиационных бомб для базы Энгельс. Заход был на объект вот с этой стоянки, на которую сейчас показывает камера, да, и один километр в ту сторону, через лес небольшой, и там начинается объект. Все, приятного просмотра. Ага, ребят, здорово всем. Сейчас я нахожусь на одном из арсеналов, где хранились бомбы для авиации, для базы Энгельс. ФАП-500, ФАП-250 и так далее. Ну вот, я только зашел на объект. Ну, не знаю, вроде говорят, он брошенный до какого-то. Походим, посмотрим, что он из себя представляет этот заводиек. Вот один из складов. Вот. Да, вот так. Вот тут хранились авиабомбы. Ну, сейчас походим. В принципе, они, наверное, все одинаковые, но все равно походить стоит. Посмотрим, кто-то что-то ходит. Ходит, не ходит, охраняет, не охраняет его. Ну, я думаю, движок никаких не видно. Сейчас маршрут скорректирую и пойду по основной дороге. По основной дороге он там находится. Так вот, в общем. В той стороне, короче, где был раньше КПП, там немножко слышно собаки лаят. Но мы немного пробежим. До очередного склада пробежим. Ну, видно, кстати, что машины здесь иногда выглядят. Да, вот так раньше делали. Все, получается, стойкие, чтобы было дешево. Стены из кирпича сделаны, да, из шлакоблока. А здесь, чтобы дешевле было, все из дерева. Вот так, да. Так, у меня по карте показывает... А по карте показывает, что в той стороне недавно тоже есть такие же ангары. Сейчас для разнообразия в другую сторону пробегу. Просто по лесу. Вот так, да, он выглядит. Ага. Ага, хочу показать, что клещей дофига. Но я-то обработанный. Не знаю, вот видно. Вот клещ. Вот. Это уже откопытивается. А тот сейчас не доползет. Упадет все равно. Средства проверенные, да, работают наверняка от клещей. Сейчас клещей еще дофига. Очень много лесу клещей. Просто нереально как много. Но мы идем дальше. Так, ну это у нас, получается, была просто площадка для уличного хранения. Ну, точнее, без всякого ангара. Без склада. Просто на улице что-то хранили. Вот. Так, а здесь вообще с поликол какой-то видел. Так, вот. Да, вот так резервуар. Типа резервуар с водой. Ну, видно, для пожаротушения, что ли. Начали его выкапывать. Так, очередная площадка. Для уличного хранения. Только здесь уже видно, как он сделан, как капониры. Вот тут земля. А бугор сделан. И вот с этой стороны бугор тоже сделан. Так, вот, да. А тут сейчас какой-то домик, буточка какая-то. Посмотрим, что это такое было. Хотел сказать, для солдата, что ли. Да нет, она забита. Ну, а здесь, значит, был пожарный инвертарь. Как бы так получается. Ладно, идем дальше. Вот, да, если будет бомбежка, бустер, как сказать, капонир. О, нифига, что там дом какой-то. Вот там, кстати, интересно, дом сейчас туда, туда надо сходить. Там какой-то домик. Ладно, короче, туда не пойдем. На территории объекта строят какой-то дом. Наверное, здесь все будет. Разделение под сады. Под участки. Но там кто-то есть. Вон, свежий дом. Кирпич, все новенькое, чистенькое. Так что, ладно, туда не пойдем. Не будем пугать народа. Здесь, кстати, тоже как будто прогулка по парку. Ну, здесь, да, без напряга вообще. Так вот, перекресток. Так, ну, мне по карте надо вот туда идти, в ту сторону. В ту сторону идем. Подходим к очередному перекрестку. Так, вот там я сейчас видел крышу какого-то ангара. Сейчас посмотрим. Ну, вот там, ребята, сейчас ты рьем. Это просто, так сказать, навес от дождя. Заходить-то опасно. Вот так, чисто навес от дождя получается. Даже пурга, если будет, то метель, да, то все заметет здесь. Вот так. Ладно, идем дальше. Очередная площадка для уличного хранения. Вон, сколько лет назад это было, что деревья вросли в асфальт. Ага. Вот так. Так, конечно, что хочу сказать. Сделано все аккуратно. Склады разнесены на приличное расстояние между собой, что если будут взрывы или что-то будет гореть, то другие склоли не должны пострадать. Ну да, я уж тут так осмирился. Ладно, надо пробежать чуть-чуть. Сейчас черным перекрестом будет. Опять площадка. Ну да, здесь слышны машины, потому что потому что трасса проходит недалеко. А нифига себе, дорога-то как рядом подошла с этим объектом, я даже не думал, что так будет близко. Внутри прикол. Да, тут машины ездят. Так. Нет, мне сюда. Я хотел там посмотреть, что находится. В эту сторону пойдем. Крючка, да, давно уже поварена. Никакой крючки здесь нет. Ага, тут был очередной ангар, получается, деревянный. Только видно, что его сожгли. Вот, да, он горел. Да, все сгорело. Остался только шифер. Да, вот эта часть самая дальняя. Объекты этого имеются в виду от КПП. И тут дорога недалеко. И видно, поэтому вот эти все ангары да, получается, сарай, так сказать, сожгли. Но здесь не было охраны вообще в свое время. Там, где КПП, понятно, еще что-то смотрят, охраняют. А здесь вот один за другим смотрю, должны быть эти алгар, да, деревянные, но и все сожгли. Бах! Брятер под нас. Да, очередной. Все сгорелшее, да. Ну, да, наверное, тоже что-то с пожарной фигней было связано. Тут, скорее всего, огнетушители были. А вон там тоже деревянная будка была. Как бы так. Сейчас, кстати, немного пройду к периметру. Посмотрим, что он из себя представляет. Потому что там, где я зашел на этот объект, там, в принципе, его не было. Полоса следопытная, заросшая все деревьями. Да, ключи проволоки вообще не было. Просто столбы стояли. Но это максимально было приближено к городку, который здесь рядом находится. А сейчас дальняя часть, я как раз подкажу к дальней части, где больше леса. Я зайду к периметру и посмотрим, что из себя представлял этот периметр. Как бы, ну вот так, в общем. Ага, ребят, ну эту красоту я просто не мог не показать. Да, такая прикольная. Ну, яблонька получается. В городе уже все слетело. А здесь вот такая красивая. Напротив, кстати, вот тоже напротив сгорелого склада. Вот так-то так. Идем дальше. Так, очередное хранилище. Ну, здесь оно уже со стенами. В принципе, то, что я вот в самом начале показал, когда зашел такого типа стены кирпичные. Здесь, там были шлака-блока, а здесь получаются какие-то каменные. Половина-половина кирпичные, половина каменные, да. Тоже все понятно. Сожгли, сгорело. Так, вот так, если видно, сейчас идем смотреть угол периметра вот этого, со стороны леса. Так, не знаю, тут видно, не видно, блин, вроде все отсвечивает. Вот такой объект. Вот такой он огромный, да. Вот, ну все, идем смотреть периметр. В ту сторону идем. Но самое интересное было, не была вышка на изгибе. Вот там, получается, налево. Там налево он идет. Вот там самое интересное место. И там как раз я подойду к забору, как он там был сделан, как он, что он из себя вообще представлял. Тут нет смысла смотреть. Самое интересное там будет. Все, идем туда. Пока иду туда, я увидел колючую проволоку последнего, так сказать, периметра. Сейчас посмотрим. Во! Офигеть, тут даже такая двойная была, вот, одинарная. Ну да, сколько лет, в принципе, она острая и свои функции она бы выполняла. резко здесь не побежишь. А как будто как аж вообще спаялась, вот, так сильно заржавела. ну да, сделано, в принципе, правильно, часто. Но пролазить как можно было. Это делается, ребят, вот так вот. Вот так перекручивается. Ай, блин, больно как. Чуть не поранил. Вот так делается. А это вниз туда. А здесь делается брезентуха с этой, с этой стороны и пролазишь. Потом это убираешь. Вот так. Ну, все обратно в ослое, так сказать. Вот так сиделаешь, там это восстанавливаешь и все. Крову поправляешь и все, как будто как тебя там не было. Ну, сейчас сложнее объекты. Конечно, охраняются там камеры, индуктивная сигнализация, на движение. Раньше, конечно, все это было проще. Вот тут красиво смотрится, а тут даже бетонный столб остался. Вот бетонный столб, да. Ну, ладно, пойдем дальше. Посмотрим, как этот объект охранялся извне. Да, уже немножко осталось. Вот, идем до туда. Итак, самый интересный момент, как объект охранялся извне, это мы сейчас находимся на красном углу объекта со стороны леса. Идем, смотрим внешний периметр. Какая здесь была охрана. Так. Ага, это контрольная полоса, получается, здесь была. Вот, поворот до объекта. так, ну, идем вот сюда. Так, вот забор. табличка. вон, табличка, да, получается. С той стороны, на метр, сделана еще колючая проволока. Колючая проволока, здесь колючая проволока, с внутренней стороны. На деревяшку набита, которая на бетонный столб. А вот там, получается, колючка, вот так идет. Да, ну, это, конечно, не серьезно. Конечно, патрули постоянно должны были ходить, все смотреть. Так, здесь все проползти, нефиг. Как сказать, как два пальца, чтобы здесь было проползти раньше. Ну, я думаю, это не она, не последняя. Там, я думаю, скорее всего, еще один ряд должен быть. Тут слишком маловато для такого объекта. на котором, повторюсь, хранились бомбы, да, ФАБ-500, ФАБ-250 для базы Энгельс, которая находится отсюда, где-то по прямой полторы тысячи километров. Просто непонятно, зачем делать так, было далеко склады, если была бы война, и быстро снаряды так не доставить к бомбардировщикам в Энгельс. Ну, а сейчас забором служит, так вот березки все аккуратно стоят прямо вдоль забора, да, тут поворот идет. Ага. Да, вот здесь, когда объект существовал, как раз, сейчас я нахожусь на периметре, да, ну, здесь же, вот тут окно такое, вот, колючая проволока, вот дальше идет. Ага, здесь такая, ну, видно, тропинка была туда. Сейчас я просто пошел немножко подальше, посмотреть, был интересный еще один забор или не было. Как-то это слишком маловато вот для такого заборчика. Сейчас посмотрим. Значит, я посмотрел, нет, другого забора не было. Забор этот единственный. То есть, забор, полоса, контрольная, следовая, и широкая такая дорога, ну, для машин, что ли, чтобы ездили, объезжали тоже в объект. И потом еще небольшой заборчик, двухметровый. А вот здесь вот, единственное, вот была полоса, да, перед забором, забор вот здесь находится, основной, самый первый забор. А это тоже было для патрулей. То есть, патрули здесь находили, проверяли, получается, внешнюю, с внутренней стороны ходили объекты, и здесь иногда тоже ходили. С внешней стороны смотрели, как здесь, что происходит, ползает, кто не ползает. Ну да, вот видно, вот дорога хорошая, и вот поворот объекта, вот она так и идет. Так, идет, да, и вот плавно, как объект, она сейчас идет в ту сторону, а она поворачивает. А сам забор, вот он, ключевая проволока, так, где этот заходил-то? Так. Ну да, вот такая тропинка прямо здесь идет. А вот, все, мы на объекте. Ну ладно, вот такой, в общем, периметр, ребят, был. Идем дальше. Так, здесь что-то у нас копали. Посмотрим. Короче, бак видно стоял, видите, да, контуры, офигеть. Вот стоял бак. Ну, видно, для тушения, если тут на периметре что-нибудь, трава загорится, или что, этот свой должны были тушить. Они раньше делали прикольные из нержавейки. Ну вот, а это последний забор, так сказать, второй. Перед самим объектом, вот тоже лаз. Ну, это, конечно, вообще простенький забор. Ну, вот как-то так, да. Ну, все, идем сейчас дальше смотреть. Может, какие-нибудь еще будут интересные склады другого типа ангара. Ну, вот так, в общем, ладно, идем. Все, я из периметра вышел, показал, какой периметр, сейчас идем дальше, посмотрим, что тут еще есть. Да, погода сегодня отличная, то до этого все дожди были, сейчас хорошая погода, единственное, тут столько клещей, я пробрызганый, я пробрызганный, пробрызганный, да, но вот заходишь, вот сюда, заходишь, допустим, три, два, три клеща вообще стабильно вот так ползут, но они недолго ползут, чуть проползут, уже все, падают. а если бы не был пробрызганный, это тут ужас, тут вот так пройдешь по лесу метров сто, двести, на тебя чуть-чуть двадцать, тридцать клещей сразу налезет, разные, черные, красные, как бы так, да, а так, наверное, слышно на камеру, как птички поют, небо, да, погода офигенная, как будто по парку иду, ну да, хотя это была база охранения авиационных всяких боеприпасов, ну в частности бомб, для базы Энгельс, ага, здесь видно, что много лет была железная дорога, вот насыпь, вот тут, тут была линия, вот так это вообще явно, была железная дорога, да, это все так лабиринтами сделано, и не знаешь, куда идти, вот такой, да, перекресток, до нас склады бросили много лет назад, типа 90-х годов, так что, мало что, что здесь уцелело, но так побродить сегодня я решил, тут наверняка можно было из КПП заехать, но это было бы не так интереснее проехать машины, не так было бы интереснее проехать здесь на машине, так как если пройти пешком, пешком это как-то поинтересней, разгрузочная площадка должна быть, тут железка я думаю проходила, потому что вот дальше еще идет тоже, посмотрим, ну да, да, стопроцентно, вот в этом месте проходила железная дорога, это вообще стопроцентно даже не обсуждается, вот железная дорога шла, а здесь получается со стлах вагона останавливались, здесь велась разгрузка боеприпасов там и так далее, разгрузка велась после разгрузки, уже в склады заполнялся товар, так сказать, ну и либо обратно со складов потом на поезд, на вагоны и все, куда там надо везли, да, вот площадка, вот она какая длинная, железка, да, вот здесь шла, ага, тут же рядом склад вот был, да, вот лесенка, лесенка вниз, вон, да, вон шпала, кстати, я же говорил, вот шпала лежит, этот просто упал, просто упавший, шпал не виден еще, надо шпал их забрали, хорошие, да, вот как-то так, такая прогулка, кстати, вот тут еще была лесенка, одна, а не была, вот она и есть, вот лесенка вниз, а железнодорожный путь был, да, тут воздух вообще обалденно, классно дышится, ключи, правда, много, да, вот еще большая площадка, вот тут и это была, получается, зона разгрузки вагонов, железка так идет, повторюсь, вот здесь вот, а это так идет туда, вот, разгрузка вагонов, но, ну, вот так-то так, да, и тут где-то недалеко, я думаю, был тупик, но, тут была железная дорога, прикиньте, сколько лет назад это было, что уже деревья растут, на этом месте, где была железная дорога, да, вот такая очередная развилочка, пришел я только что оттуда, ну, вот так, сейчас ключей снялся, штанов 9 штук, но они уже накумаренные были, да, чтобы вверх на куртку не ползли, я их все скинул, ключей просто море, да, идти надо сейчас вот сюда, вот сюда вот эти дебри надо идти, по карте, короче, вот там какие-то лошади идут, короче, по этой дороге, только что прошли коневоды какие-то, вот в ту сторону, я бы запошел отсюда, так, ну вот, по крайней мере, еще сохранившийся, такой, такой склад, но у этого такое, хорошее состояние, о, ДМБ 87 написано, ну да, такое нормальное состояние, Оля, ДМБ, Таня, Люба, Вера, ха, Сверху вот какие-то таблички были, самое интересное, вот эти окна меня смущают, что когда, здесь реально что-то было на складах, да, это же вообще капец, с той стороны выбиваешь, и вот отсюда залазишь, сейчас посмотрим, как с той стороны выглядит, да, короче, еще по-моему, вверх выдумается, охренеть, да, капец, с другой стороны, конечно, понятно, для чего это сделано, весна, осень, эти люки открывали, получается, и там, и там, с двух сторон, и шла протяжка склада, но в то же время, если проникнуть на объект было, то через эти же окна легко залезти, но это вот часть, часть, короче, этого объекта, там, где недалеко от основного КПП, поэтому здесь еще даже эти сараи остались, а вон там еще вдалеке, вижу, сейчас подойдем, вон там что-то видно пару, желтых, да, ну вот так, да, вот эти тоже, кстати, ручки тоже открывались, да, сейчас я вот этого склада, видео-мандер написан, сейчас посмотрим, 207-й склад, 207-й склад, это уже неинтересный, разваленный, ну вот так крыша упала, но он горел, его поджигали, да, он горел по этому крыше, и упала на него, комары появились, ладно, короче, вот этот склад какой-то целый, что ли, но может только с этой стороны целый, санки здесь отчет, сейчас посмотрим, с той стороны открытый, да, вот прикиньте, офигеть, какими замками охранялись, боеприпасы, да, получается, в данном случае, авиабомбы, я не трогаю, пора начинать, успех, почему я беру, я не вижу, educación с удовольствием, вот так проблечь, прикиньте. и все рамки, 107 склад где-то слышу машина едет вдалеке да конечно опасноластенько в любой момент она сгрухнет не там шум будет Продолжение следует... 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 Продолжение следует...